К предстоящим выборам главы региона и до выборам местных районных депутатов в Самаре подготовлено 472 избирательных участка. Важно обеспечить не только комфортные условия для голосующих, но и безопасность. Это стало главной темой обсуждения на прошедшем совещании в мэрии Самары. Избирательные участки оснащают системой противопожарной безопасности, металлодетекторами, средствами тушения. В пунктах голосования будут дежурить сотрудники полиции и вневедомственная охрана. Создаются все условия, чтобы ничто не помешало избирателям выполнить свой гражданский долг. Высокую степень комфорта обеспечит и тем голосующим, кто будет делать свой выбор на дому. Прошу глав внутригородских районов совместно с избирательными комиссиями на территориях скоординировать работу по планированию и обеспечению избирательных комиссий транспортными средствами для организации голосования на дому. С учетом сведений, поступающих в комиссии, а желающих по состоянию здоровья проголосовать на дому, необходимо выстроить оптимальные по логистике маршруты членов избирательной комиссии, выезжающих с переносными ящиками для голосования. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание также на информирование горожан о расположении избирательных участков. 13 из них в 8 районах Самары локацию поменяли. Точное местонахождение можно узнать на сайтах администрации и избирательной комиссии. В Ленинском районе 21 участковая избирательная комиссия расположена в здании 16 избирательных центров. В сравнении с 21 годом у нас один добавился из-за того, что было предельно превышено количество на одном уике. И у нас изменились адреса по трем уикам. Ближе к середине августа на избирательных участках проведут дополнительную проверку совместно с сотрудниками МЧС и МВД. Напомним, что в сентябре 8, 9 и 10 числа пройдут выборы губернатора Самарской области. С 2023 года работает механизм «Мобильный избиратель». С помощью этого инструмента можно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Документы необходимо передать либо в территориальную комиссию и МФЦ, либо подать через портал госуслуги. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.